Журналистам показали лабораторию, где продукция проходит проверку качества. Нам выдали вот такие очки, так как случится может разное, вокруг раскаленные химические жидкости. Здесь тестируется раствор на температуру. Это консистометр, то есть консистенция определяется под воздействием высоких температур. Компании Интегра-сервисы первыми в России стали предоставлять услугу пена цементирования скважин на нефтегазовых месторождениях. Там, где высокое пластовое давление, эта технология необходима. Для очевидности руководитель научно-исследовательского центра демонстрирует эксперимент. Вес сбрасываемой гильотины 300 грамм будет сбрасываться с одного метра. Результат предсказуем. Кубик из цемента не выдержал нагрузки, а с эластичной добавкой от ученых компаний ничего не произошло. Мы тестируем новые технологии, мы здесь занимаемся вопросами импортозамещения. Отрабатываем те вопросы, которые возникают в спорах с заказчиком, в случае, если таковые имеются. И абсолютно каждый проект у нас оснащен мобильным комплексом лаборатории. Компания расширяется, коллективу нужны новые кадры. Мотористы цементировочного агрегата, машинисты передвижных компрессоров. В развитие вкладывают деньги и силы в Тюменской сервисной геофизической компании. Для нефтяников здесь свой набор инноваций. Это цифровой диспетчер, который позволяет полностью перевести в цифровую область общения. Ну, у нас, так скажем, это называется на профиле, но это, в принципе, на любом производственном объекте можно внедрить. Это проект «Умный вагондом», который позволяет мерить определенные параметры и привести их к безопасности и к более эффективной энергоемкости потребления, так скажем, ресурсов на объекте. Производство, где сегодня побывали журналисты, входит в ассоциацию «Нефтегазовый кластер». Сейчас в ней 102 компании из 15 регионов. Всем оказывают финансовую поддержку. Помогают расширить ассортимент продукции, тем самым удовлетворить спрос на рынки после ухода иностранных партнеров. Мы ведем совместную работу по выходу на новых заказчиков. Отрабатываем меры поддержки. В частности, вот это наш уникальный инструмент по 5-процентному возмещению для заказчиков. В случае, если они приобретают продукцию и услуги у участников кластера. Образцы тестируют вот в этом технологическом центре. Сейчас готовятся к презентации очередного ассортимента. Проблема главная, такая же, как у всех. Это отсутствие большого какого-то финансирования со стороны заказчиков на развитие новых технологий. В технологическое развитие коллективы вкладывают в основном бюджеты своих компаний. Верят, что это окупится уже скоро, а новая прибыль пойдет на очередной ноу-хау. Татьяна Воротилова, Александр Старожук, Тюменская служба новостей.